Доброго дня! С вами за кадром Ольга Ингрия. Вы находитесь на канале Вяжи как художник. Давненько я не снимала видео обзоры на пряжу и сейчас хочу исправиться и сделать видео обзор на такую вот редкую пряжу. Называется конопляная. Сделала ее бренд Пехорка. Но я думаю, конопляную пряжу можно найти в других брендах. Это достаточно редкий вид пряжи, поскольку производство конопли в нашей стране тоже довольно таки редкое явление. И это связано с тем, что в 61 году вышел закон о запрете на выращивание конопли. Это растение рода каннабис и для тех, кто не в курсе, есть психотропные вещества, которые выделяют из этих растений. Но когда я стала читать про коноплю, оказалось, что далеко не все растения этого рода являются психотропными. Есть технические сорта конопли около 20, которые спокойно можно выращивать и никаких особых веществ они не выделяют. Но с другой стороны есть теперь и такие сорта, которые содержат наркотические вещества не 4 процента, как в диких вариантах, а до 20. То есть конопля это такое растение особое. Выращивать коноплю на полях стали еще в девятом веке в России и постепенно ее поля увеличивались, поскольку для производства, для торговли нужна была пенька. Из нее вели канаты, веревки, а в прошлые времена, когда не было синтетических веществ. Канаты и веревки в хозяйстве была вещь полезная. Особенно важна пенька была для флота, который был в то время парусным и крепкие веревки были залогом успешного плавания. Как я уже говорила, в 61 году коноплю запретили, причем не только в России, но и во многих других странах, в США в том числе. Именно как растения, которые выращивают наркоторговцы. А в последние годы, уже в 21 веке, на коноплю обратили внимание по той причине, что это очень экологичное растение по сравнению с хлопком. Для ее выращивания необходимо гораздо меньше воды, она более неприхотливая и поэтому в странах Европы стали производить пряжу и ткани именно в смеси хлопка и конопли для того, чтобы сделать свое производство более экологичным и не вредящим природе. Еще конопля очень универсальное растение. При его производстве можно использовать как семена, которые идут для производства масла и для каких-то пищевых нужд. Даже кашу из нее, насколько я поняла, можно варить. А стебли, которые достигают высотой 2,5 метра, идут на технические нужды. В том числе глубинные, так называемые волокна длинные, идут на производство тканей и пряжи. По своей структуре волокна конопли похожи на волокна льна. Я немножко расскажу именно о пихорской пряже. Это моточки по 50 грамм, в 50 граммах 280 метров пряжи. То есть это достаточно тоненькая пряжа. И она матовая, но правда с небольшим легким блеском. И у нее волокно, сейчас покажу поближе, такое слегка пушистенькое. Это, наверное, именно из-за качества волокон. Крутка слабая, то есть на мерсеризированный хлопок, к которому мы все привыкли, эта пряжа не похожа. Она скорее похожа на натуральный хлопок. Эта ниточка более мягкая, чем пряжа из льна. Лен я тоже покупала, и когда будет время, тоже сделаю обзор на эту пряжу. И по рекомендациям для этой пряжи, стирать ее предпочтительнее руками при температуре 40 градусов, гладить на единичке, то есть не очень горячий утюг, и рекомендованы спицы и крючок номер 2-3. Но я попробовала связать из этой пряжи, я сейчас свяжу стелечки для тапок и вяжу плотно. И крючком номер 2 я вяжу аж в 4 нитки, то есть делаю плотное полотно. И мне кажется, что в одну ниточку полотно из этой пряжи крючком номер 2 будет очень рыхлым. Так что смотрите сами, насколько плотное изделие вам нужно получить. А то полотно, которое я получила для стелечки, связала, мне на ощупь очень нравится, но приятное. Ничем не уступает хлопку. Кроме того, говорят, что конопляное полотно имеет еще и лечебные свойства. Не знаю, насколько это правдиво, потому что у нас сейчас есть и спекуляции на тему, что обладает лечебными свойствами, а что и нет. Так что утверждать стопроцентно не буду. Но то, что это достаточно прочное полотно и подходящее для летнего сезона, это факт. Если вы вязали с конопляной пряжей, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько она вам понравилась. А я постараюсь поделиться своим опытом, когда тапочки уже поносят и скажут мне, насколько они были износостойкими. Пишите, о какой еще пряже вы хотели бы узнать. Тогда я постараюсь снять видео и о ней. С вами была Ольга Игоря. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...